МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Топливо на источниках есть. Напомню, из-за аварии на новой теплоцентрале 13 октября город частично остался без отопления. Властям пришлось переподключать дома к старым котельным. Нагоняя за срыв отопительного сезона, местные чиновники получили от премьер-министра Улжаса Бектенова с проверкой в город сразу выехал глава Минэнерго Алмас Адам Саткалеев и проверил состояние всей инфраструктуры. До запуска центрального теплоисточника, от центральной районной котельни, теплоснабжение города осуществлять за счет локальных котелин. Принципиально то, что в этот период времени теплоснабжение города будет осуществляться за счет районных котелин, и это не приведет к потере тепла в квартирах и социальных объектах. Все котельные локальные, которые до этого были в резерве расположены и подготовлены, они запущены, сейчас они в штатном режиме работают, подают тепло в полном объеме. Там, где необходимо будет нарастить дополнительными котлами, эти решения уже приняты и в ближайшее время будут наращены. В Саране работает специальная комиссия, ситуация под контролем Министерства энергетики и областного Акимата. Сегодня алматинцы в 10 утра на сотовые телефоны получили оповещение о землетрясении. Департамент ПЧС проводил сейсмотренировку. По городу звучали сирены, теле- и радиосигналы были перехвачены для экстренного уведомления. По сценарию в мегаполисе произошло землетрясение в 9 баллов, есть разрушенные здания и жертвы. Спасатели тушили пожар в многоэтажке, эвакуировали людей с верхних этажей и вытаскивали из-под завалов. На базе строительного предприятия сотрудники ЧАЭС ликвидировали химическую аварию, вызванную разливом аммиака. Сейсмотренировка проходила в 11 точках города. В каждом районе развернули пункты приема пострадавших и палаточные лагеря при школах. Был развернут палаточный лагерь на 2000 человек с полевой кухней, с медицинскими госпиталями Центра медицины и катастрофы, а также Служба спасения города Алматы. Данные госпиталя у нас могут принимать, работать до 14 суток и проводить различные операции и сложности. Кроме того, были отработаны действия по привлечению сил и средств с Алматинской области. Так совпало, что сегодня примерно в половине четвертого утра в Алматы было зафиксировано реальное землетрясение силой в 2 балла. Эпицентр находился на территории Китая. Деньги не пахнут. Без малого 75 миллионов тенге украли глава отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации в области ЩИТСУ. Кругленькая сумма должна была пойти на установку туалетов для туристов. На деле же деньги осели в карманах предприимчивых дельцов. Прокурорам удалось довести дело до суда. Вороватые чиновники и бизнесмен получили реальные сроки лишения свободы. В тюрьму отправили двух руководителей крупной финансовой пирамиды «Хитбэтмьюзик». Суд приговорил их к 5 и 6 годам лишения свободы. По данным агентства по финмониторингу, создатели пирамиды обманули казахстанцев на 255 миллионов тенге. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта путем продажи акций компаний, их деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10 до 15 процентов доходов от внесенной суммы. Только с начала года агентство завершило расследование 57 подобных уголовных дел. Ущерб по ним составил почти 20 миллиардов тенге. Из них пострадавшим возместили более 12 миллиардов. Ведомство проводит анализ соцсетей. Более 10 тысяч ссылок на сайты с признаками финпирамид были заблокированы. Тем самым от мошенников удалось спасти свыше 2 миллионов казахстанцев. Продолжим выпуск. В Кызыларде не стихает скандал вокруг городского парка культуры и отдыха. Местные власти решили сделать здесь реконструкцию и потребовали, чтобы предприниматели вывезли оттуда свое имущество. Аттракционы, киоски и кафе. Но бизнесмены, а их больше 70 человек, не согласны. И в очередной раз собрались вместе, чтобы озвучить свои позиции. Мнение о сторон выслушала наш корреспондент Мария Горбунова. Аттракционы для Натальи Ге – дело всей жизни. В сфере развлечений Кызылардинка почти два десятка лет. И теперь может остаться без работы. Чиновники затеяли в парке культуры и отдыха масштабную реконструкцию. И потребовали, чтобы предприниматели разобрали и вывезли оттуда свои аттракционы, кафе и киоски. В этом году я взяла большой кредит и привезла три новых больших аттракциона. Конечно же, мы недовольны. Конечно, мы хотим, чтобы наш договор, который был подписан, чтобы он имел силу законную. И мы еще проработали до конца своего договора. У меня было кафе стоимостью 5 миллионов тенге. Сказали разобрать – разобрала. На руки получила металлолом. Прямо сказали, чтобы освободили место. Даже не знаю, пустят в парк или нет после реконструкции. Новые места для объектов предпринимателей, которые Акимат предлагает им в других парках областного центра, людей не устраивает. Говорят, проходимости там никакой. А если мало клиентов, то они попросту могут обанкротиться. С учетом того, что там нет никаких коммуникаций, там нет ни воды, ни электричества. И все то, что мы сделали своим трудом в течение 16 лет, все это нужно будет поднимать заново. То есть это новые затраты, новые кредиты огромные. Поэтому, конечно, нам бы не хотелось. Чиновники говорят, что городской парк уже давно требует ремонта. Все во благо комфортного отдыха жителей и гостей Казаларды. А потому власти остаются непреклонны и намерены довести дело до логического конца. В данное время готовится проектно-сметная документация по реконструкции городского парка отдыха. Проходит государственная экспертиза. Думаем, что до конца октября управимся. Во сколько бюджету обойдется масштабная реконструкция, пока не ясно. Но уже известно, что в отремонтированный парк пустят работать тех бизнесменов, чьи объекты будут соответствовать техническим требованиям. Поэтому предприниматели боятся, что из-за более строгих условий после ремонта вернуться на свои привычные места им будет очень сложно. Но это необходимо для безопасности детей. Мария Горбунова, Бахаджан Ахметов, Астана. Первый канал Евразия. Мошенники звонят казахстанцам от имени налоговых органов. Об этом предупредили в Комитете государственных доходов. Преступники действуют по уже известной схеме. Утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счет. Предлагают забронировать онлайн-очередь, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 и просят продиктовать его для завершения процесса бронирования. Комитет госдоходов призывает казахстанцев быть бдительными. Не передавайте никому коды и личные данные. Не переходите по сомнительным ссылкам и всегда проверяйте достоверность полученных сообщений. Столичные врачи совершили настоящее чудо. Они вернули 18-летнему парню возможность полноценно жить и работать. Дело в том, что юноша лишился сразу трех пальцев на руке. И наши хирурги их пришили. Все подробности этой истории сейчас расскажет Алишер Нурмагамбет. Решил помочь отцу, но по неосторожности оказался на операционном столе. 18-летний Руслан Исабай лишился трех пальцев. Мои пальцы отрезала болгаркой, когда пилили дерево. Сейчас у меня хорошее настроение. Спасибо врачу. Каждый день приходят на перевязку. Завидующее отделение Махсут Ибраев отмечает, что подобные операции не уникальны. Но в Казахстане их делают далеко не везде. Это не делается широко и над этим нужно работать. Вот допустим, у нас в Астане это единственная клиника, которая это делает. Есть одна единственная клиника в Алмате, которая это делает. Больше в Казахстане этого не делает никто. Если случилось ЧП, в результате которого кто-либо лишился фаланги, то врачи говорят, выход из этой ситуации есть. Конечность можно спасти, положив ее в чистый герметичный пакет. Затем этот сверток разместить в другом пакете, со льдом. Но даже если сохранить оторванную фалангу не получилось, то вернуть пальцы на руке еще возможно, говорят врачи. Палец с ноги человека можно ампутировать и пересадить на место утраченного пальца руки. С согласия пациента Руслана Исабая мы можем сделать это в случае, если один из трех пальцев не приживется. Его операция прошла успешно. Большую роль играют профессионализм и современное оборудование в нашей больнице. Только с начала этого года в столичном национальном научном центре травматологии и ортопедии провели 10 операций с пришиванием оторванных пальцев. Алишер Нурмагамбет, Лектис Умаров, Астана, Первый канал, Евразия. Свежий выпуск программы Каймак готов к эфиру. Причем в этот раз приезд нашей съемочной группы практически совпал с визитом одной высокопоставленной делегации. В этом селе всего примерно тысяча жителей. Но давайте посчитаем социальные объекты. Моя голубая мечта была, это когда-то построить плавательный бассейн. Я думаю, в топ-10 или даже в топ-5. Мы сначала сдали его, потом, когда он подошел, мы поздоровались. Я горжусь, что я жил в таком селе, где вот приехал президент. Каймак. В эту субботу на Первом канале Евразия. Продолжим. Дешевые фрукты с юга завезли в Павлодар. Здесь напрямую, без посредников, продают свою продукцию предприниматели из Таджикистана. Виноград из Турсунзаде и арбузы из Худжанда. Преодолели более 2000 километров пути, чтобы оказаться на павлодарских прилавках. Первые 65 тонн таджикской продукции – это соки, виноград, дыни, арбузы. Цены на них намного ниже рыночных. Таджикские предприниматели планируют еженедельно завозить в город около 100 тонн южных фруктов. Ассортимент, соответственно, тоже будет расти. Мы без посредников сейчас продаем и в дальнейшем собираемся, чтобы не было посредников и чтобы всегда было 30% ниже вашего рынка. Но мы по вашим базарам проходили и узнали, что много товаров у нас, которых в Казахстане нет. Мы хотим привезти в дальнейшем другие фрукты и овощи. Павлодар – первый город в маршруте таджикского каравана. Известно, что дешевые южные фрукты будут также возить в Кукшитау и Астану. Напомню, в августе в Душанбе главы Казахстана и Таджикистана договорились о создании логистических центров для экспорта плодово-овощной продукции. Самого сильного борца выбирают среди работников силовых структур Казахстана. В Казаларде сейчас проходит республиканский турнир по Казахшакурес. Побороться за звание лучшего полуана сюда съехались около 50 сотрудников КНБ, погранслужбы, госохраны, МВД и МЧС. Отмечу, на ринге нет профессиональных спортсменов, только любители. Республиканские соревнования по Казах-Куресы на призы председателя Комитета национальной безопасности проходят впервые в стране. Турнир проводится с целью популяризации национальных видов спорта. Ограничений по возрасту на соревнованиях нет. Ожидается проведение боев и среди тяжеловесов. Ценные артефакты обнаружили на территории Казахстана. Мои коллеги знают детали, расскажу через пару минут. Дождитесь, а о том, как будут развиваться события дальше, узнаете в главных новостях в 20.00. Оставайтесь на Первом канале Евразия.